Работы по строительству футбольного стадиона у городского озера возобновились, как только позволили погодные условия. Территорию длиной 110 и шириной 68 метров осенью планируют засеять травой и разбить здесь футбольный газон. По словам директора тренировочной базы Анатолия Цибулько, стадион оборудуют трибунами для зрителей. Рядом будет располагаться парковка. Кроме того, здесь же планируют возвести жилой комплекс для спортсменов. Проект есть здесь, с этой стороны. Будут построены для зрителей скамейки. Естественно, на какое количество, не могу сказать точно, но здесь будет построено с таким навесиком. Естественно, по проекту, опять же, учитывая насчет финансового, если будет поступать и будет возможность строить по проекту, здесь будет построена гостиница, которые, все команды, которые будут к нам приезжать на соревнования, на игру, все команды будут иметь, где проживать. Это немаловажно. Естественно, будет построено по плану кафе-бар. Это, опять же, как бы и столовая для этих, кто приезжает, естественно, и для команды нашей. В футбольное поле, напомним, уже оборудовали подземной автоматической оросительной системой для полива газона с натуральным покрытием. Проложены необходимые коммуникации. Так, как идет разговор по плану, будет посев осенью, так как весной это не успелось. А для того, чтобы его посеять и было качественно, опять же, повторюсь, это надо удалить эти сорняки, подготовить его для посева. И когда она будет подготовлена, осенью будет посев, естественно, уже по ходу, как будет трава расти, и потом ее будет, естественно, косить, поливать. Здесь подведено по периметру вокруг, вот там видно даже трубы есть. Это будет полив, который намечается поливать. И это будет не искусственный, а хороший газон, который, как в Европе, играет на хороших газонах. Надеемся, что так и у нас будет. Футбольное поле благоустраивается по всем требованиям европейских технологий. Оно будет рассчитано на 2000 зрителей. Покрытие будет натуральным, что является большой редкостью для Молдовы. Да, оно более дорогостоящее, но натуральный газон не только экологичнее, но и гораздо мягче и безопаснее. Обеспечивает надежную защиту кожи и связок спортсменов от растяжений и травм при падении. Нам при Марии идет навстречу, естественно, при Марии, это во главе с Ринатом Усатым. Это могу высказать, как оно есть в действительности. Это он много поможет для футбола, для спорта нашего города. Надеюсь, что он не оставит это так в стороне. Он продолжит нам помогать в этом плане, чтобы мы на этом поприще сделали. Это и для людей здесь отдых, и для спортсменов будет хорошее такое поле, где уже не надо будет куда-то ехать, аренду снимать. Это в частности для Зари, естественно, для школы, где Заря тренируется. Строительство современного футбольного стадиона в Бельцах должно было начаться еще пять лет назад. До прихода на пост примара Рината Усатого этот проект существовал лишь на бумаге.